Доброе утро и доброе утро северного острова. Ну, вчера наконец-то перелетел из Крещача в Оклен полет. Билеты, конечно, заранее покупал, потому дешевые были и так далее. Да, ну что первое бросается в глаза, что северный остров, он как-то, не знаю, почеловечней. Ну, побольше Латвии, похоже. Тут нет таких, ну пока возле Окленда, нет таких больших гор. Очень красиво, зелено, не коричнево, как на южном острове от солнца. А туда действительно зелено и погода нормальная, дождя нет первый день уже. Уже бонус, да. Ну да, остаются пять местных латышей, они оказывается везде есть. И девушка как раз из моего города, из Лепа, и она говорит, ну давай, я в Окленде живу, ты там давай, подъезжай, спокойно остаться можешь. Ну да, почти в Окленде, 160 километров. А что, в Окленде там дофига, там два часа ехать. Ну, не важно, потому что я в Окленде последние два дня буду перед полетом назад. И да, живет она возле моря, очень-очень красивый вид с ее жилья. Да, я потом попрошу разрешения там немножко показать, как дом выглядит. Ну да, сегодня утром, думаю, ну все, начинать что-то делать. Потому что, сидя в Крисчерче особо последние два дня, ну реально деградируешь, что ничего не делаешь, что там в интернете сидишь как придурок. И да, и все, сегодня сразу 9 утра, двинул-двинул вперед, посмотреть, что тут в округе находится. Находятся красивые места. И да, жарко, жарко, уже 9. Так все время я говорил, холодно-холодно, тут жарко-жарко, но хорошо никогда нет. Всегда можно доебаться до чего-то. Ну вот погода фиговая, тут жарко, мне не нравится. Да, и первый такой манговый хед, такой взморье, интересный пляж, тут можно идти 3 часа трекинг, но там написано, что можно идти только когда, не знаю по-русски как, когда море наступает и отступает. Ну вот когда она наступившая, нельзя ходить, но пока я чисто вижу, что она отступившая, а не наступившая. Так что вроде можно идти, но не знаю в какой момент она возвращается, так что я не пойду, я прогуляюсь, да, тут рядом и сейчас покажу. Пейзаж, конечно, очень красивый, какие-то горы там вдалеке, там горы, да, пляж, люди, тут серф-клуб, да, люди с этими серфами ходят. Вот видно за моей спиной тоже мужичок любит этим заниматься. Я как-то, я не пробовал, я не могу сказать, что не любитель, но я немножко от воды боюсь, потому я думаю, что я и не любитель, да. Что еще, да, солнце очень греет, сказал первый раз, наверное, нет, второй раз в Новой Зеландии намазал крем, хотя говорят, что тут каждый день надо, потому что тут солнце очень-очень плохое, она очень много радиации выдает и так далее. Ну да, но ничего, сегодня намазал, да, по морде можно, может видно, может и не видно, но не вареный намазал. Ну так что да, сейчас пройдусь по этому побережью, посмотрю, что тут, и потом есть два водопада, говорят, на один я точно съезжу сегодня, на второй я точно съезжу, но не знаю, сегодня или завтра. Так что да, первые три дня возле моря, если что-то интересное, конечно, покажу, но да, тут Манговый Хэтс, оно немножко километров 10, наверное, от главной дороги, но да, очень советую подъехать, потому что тут очень красиво, тут тоже можно, если есть нормальные деньги, снять домик, делать, тут есть чего. А если нет, тут есть и кемпинги, да, так что можно остаться и за маленькие деньги, но если нет ни того, ни другого, ну, я уже рассказывал, как и что. Так что да, не первый раз учить, ладно, все, запизделся, пошел прогуляюсь. Ну вот, подъехал первый водопад, водопад Пируа, и да, находится довольно недалеко от главной дороги, 6 километров, ну, по такой полуфиговой дороге. Не, дорога нормальная, но она гарантировка, и, ну, машина грязная опять, а так-так, ровная, нормальная, без ям. Да, красивый водопад, я думаю, что когда побольше дождя, зимой вообще класс, ну, тоже красиво и теперь красиво. Ну, мне больше понравился вот этот путь, как до ее дойти, да, такая маленькая речка вот, и возле этой речки такое все время через там деревья и корни, там, ну, такой красивый, правда, очень маленький, 400 метров только от стоянки, и где-то 200 метров с горы спускаться. Маленький, красивенький, да, за моей спиной, видите, там стол, спокойно, если сюда едете, возьмите, что покушать, пивка, место одной из самых классных в Новозеландии, я думаю, для завтрака, для обеда или для ужина, без проблем. Рядом водопад, речка, да, тут дети спокойно могут купаться, да, тут трудновато будет утонуть. Ну, там, 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 там может быть метр, метр на метр, там может быть где-то полтора метра глубина, может и все два, не знаю. А тут, да, тут спокойно дети играются, вы там сосете пиво, водопад, класс, класс, можно и на весь день зависнуть. И еще одна, да, идя к этим водопадам Чарли, дорога такая, ну, красивая, особо вот эта местность, не знаю, такие синие цветы, это что такие, кто такие, не знаю. Ну, выглядит классно, да, точно как в сказку, в голубую сказку попали ребята, так что надо быстро сябывать отсюда, то сам станешь голубой, ну, как-то так, ладно, я пошел. Ну, новый день, доброе утро, гора Маная, Маная, да, священная гора для Маори, по легендам они тут раньше хоронили своих самых-самых крутых вождей, именно на этой горе, но не как кладбище, а несли их, как сказать, остатки, остатки сюда наверх, да, и тут их, ну, как, хоронили, хранили. Ну, да, потому что гора по-маорским очень священная. На сегодняшний день можно залезть на ее, даже, даже если ты не вождь Маори, да, даже если ты не священный человек, ну, такой пиздюк, как я, да, любой. Да, дорога занимает где-то два часа туда-обратно, я залез за 40 минут, довольно тяжело, по моей роже видно, короче, весь мокрый. Тяжело, да, но не очень, потому что есть, ну, такие нормальные ступеньки сделаны, но все время вверх, все время вверх идет дорога, да, я за 40 минут залез, ну, совсем мокрый, ну, так что нет сухого места на мне. Ну, дорога нормальная, чего я хотел сказать, да, там Неофрау, там, в принципе, и с тапочками можно зайти, потому что есть ступеньки, есть такая нормальная дорога, да, зайти можно и даже нужно, потому что очень-очень красиво. Сейчас подниму свою усталую задницу и покажу, да, ну, вот вид с горы, за моей спиной, единственная в Новозеландии фабрика нафты, там, что-то бензин, качают или что-то такое, да, потому, наверное, у них так дорого. Ну, и да, и это такое не очень самое красивое место, да, но все остальное, видите, там, красиво, там, море, океан, это уже считается, да, за моей спиной, о, еще одна вершина, да, это, ну, та же самая гора, только другая вершина, и туда тоже, ну, класс, класс, просто смотреть и смотреть. Так что, да, и еще об этих местах, да, такой рассказ, что шотландцы, 1840-е годы, они из Шотландии приехали сюда, потому что там все плохо, опять крокодил не ловится, не растет кокос, ну, и приехали сюда, да, ну, там через Канаду, через Австралию, там везде фигово, там везде фигово, вот в Канаде холодно, в Австралии жарко, ну, короче, сами не знаю, чего хотят, там, дед еще немножко с этими религиозными, ну, соображениями, ну, много следователей есть, там, где один придурок и больше найдутся. Ну, и да, и все потянулись сюда, да, назвали это, в конце концов, тут основали, как свои поселения, да, назвали это место Новоскотия, Ну, так, да, история, история тут, как сказать, не, 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 не долгая, да, ну, Маори история, конечно, она уже дольше идет, но вот такая современная, да, только 150 лет, немножко больше, ну, так что, да, если будете в этих местах, я советую в эту гору зайти, очень-очень интересно, и главное, да, ну, виды, не позавидуешь. Для любителей статистики, ну, где-то 1200 этих ступенек, чтобы подняться наверх, ну, еще не считая вот таких дорог, да, которые идут прямиком без никаких ступенек, ну, не так уж трудно на самом деле, и что хотел показать, да, вход в этот трек, вот такой, как бы, контрольный пункт, и почему, потому что тут живут киви, эти ихние птицы, тут я не видел ни одного киви, не слышал тоже, ну, вообще, я их видел в Нойзеландии много, ну, тут, чтобы не принести всяких птицидов и всякого говна, можно почистить сапоги, да, вот, на оранжевый наступаешь, чистишь, на зеленый наступаешь, он тебя там спласкивает еще с водой, с какими-то дезинфекционными, не знаю, ну, так, интересно придумано, да, даже если ты не идешь в трек, можно приехать почистить обувь хотя бы, да, но как бы, как бы так. Ну, так, друзья, для завершения дня в горах были, этот залив жуликов смотрели, водопад еще, да, тут такой город, Вангарей, довольно большой для Новой Зеландии, если там покупок каких-то надо, или, не знаю, заехать за пивком, или заправиться, или, ну, вообще, посмотреть какую-нибудь культуру, да, Вангарей очень нормальный город, и что ж, в нем очень красивый водопад, вангарейский водопад, почти в центре города, да, пару километров за, с машиной, там, 3 минуты езды, очень классно, и возьмите с собой опять, что покушать, что попить, есть где присесть, детям есть где поиграться и так далее. Ну, очень красивое место, конечно, для фотографии немножко лучше было бы попозже, когда солнце уже где-то низко, ну, ничего, ничего, место очень классное, и тут интересные такие дорожки, походить можно, да, мост такие, очень классный, говорю, вот вам программа на весь день, спасибо же, езда не за что, живите на здоровье. Ну, находимся возле озера Каиви, да, после перемены, после всех океанов и морей, озеро, озеро и очень красивое, наверное, сколько читал, самое большое даже в Новозеландии, северный остров, северная часть, недалеко такой городок, Доггервилла, тоже неплохой городок, можно пройтись, там интересные здания, но он маленький, правда, но он больше, чем другие маленькие. Так что, да, 30 километров оттуда, потом 11 километров с главной дороги, ну, очень хорошая дорога, смонтированная, все, все, все как, все как есть. Ну, и да, и вот, ну, красивое озеро, оно как море, в принципе, вон, пляж, люди, много людей, дети, да, и тут для детей вообще халява, так что можно идти довольно далеко, и тут ничего случиться не может. Там красиво, да, красиво, и можно остаться, два кемпинга есть, талеты есть, в одном кемпинге душ есть, но заранее, если летом едете, заранее, букинг надо сделать, потому что они тут, ну, как видите, людям они потребованные кемпинги. Ну, как-то так, да, ну, можно спокойно, я даже советую сделать маленький детур с главной дороги, проехаться сюда, отдохнуть, и даже на ночь, если есть время, можете спокойненько остаться. Ну, находимся в лесу Каури. Каури, да, это такое дерево, я только не до конца понял, это все Каури, или кто-то не Каури, потому что, ну, не такое описание нигде я не видел. Ну, да, наверное, эти все большие, поменьше деревья, это Каури. Да, к сожалению, я тоже не могу рассказать никакой интересной истории об этом, потому что тут пока не было никакой таблички, где написано там священный лес, несвященный или просто лес. Ну, что интересно, да, эти пару деревьев такие, ну, вот, за спиной, это и не само туда вообще. Огромный, огромный, реально и красиво, и тут не так жарко, и я пока что единственный вообще никого не встретил. Ну, он, этот парк немножко от дороги, но он тоже советуется во всех этих путеводителях, что надо тут свернуть, и да, я точно говорю надо, потому что очень-очень красиво пройтись, наверное, вечером. Там вообще тут класс, и тут совсем рядом, не совсем рядом у входа, в принципе, кемпинг, да, там нормальный кемпинг, не знаю, сколько стоит, там пока никого не было, я быстро в душ сбегаю, реально никого вообще не было. Так что, да, можно остаться тут рядом, вечером походить, я даже думаю, может быть, ну, еще рановато, два часа только дня. Ну, да, ну, класс, класс, идете. Да, внушительно, так что, да, советую свернуться сюда и посмотреть, погулять с детьми тоже интересно. Ну, продолжая про эти каори, деревья, приехал к самому главному, да, но к шефу приехал Танэ Махуту, и это священное дерево для маори времена назад, и в наши времена тоже, так что, да, дерево 51 метр в высоту, и, да, чтобы его, чтобы его как обхватить руками, 18 метров, да, так что в футбольную команду надо. И очень интересно, да, легенда гласит, что небесный папа и, да, мама, которая является землей, они вот как бы этот Танэ и произвели, он вот от них, и Танэ, да, он самый главный на всей земле, он как бы повелитель не только деревьев, но и всего живого. Ну, так что, да, очень интересное место, и едет тут очень трудно проехать мимо, потому что он возле дороги, да, просто остановитесь здесь, пройдите метров 150, и вот классный-классный вид, да, советую, это энергетика, ну, такая действительно чувствуется. Ну, экскурсия с All Inclusive, да, прошелся про этому лесу Каури, там рядом кемпинг, там никого нету, не, ну, какие-то люди были, но не те, которые собирают деньги, ну, типа, не знаю, вышел покушать, или они вечером едут собирать, ну, так нельзя делать, потому что там душ, и, ну, как человек, знаешь, ну, не может так противостоять своим нуждам. Ну, короче, зашел тушь, там еще нормальная теплая вода, все как у людей, все хорошо, помылся, да, ну вот, заодно вещи свои помыл, сейчас, сейчас, сейчас немножко просушим, пока по этой деревецкой дороге едем. Ну, так, как-то так, очень интересно, я бы сказал, да, кстати, ну, трусы нормальные, свежие, да, без дырок, так что, так что, не-не-не, позор показывать. Ладно, давай все, ой, поезжаем на главную. Да, и еще, если вы едете по этой дороге дальше, на север, да, есть такое местечко, мэперы, деревня, там, в принципе, ну, пару домов, там ничего большого нет, магазин, наверное, есть, и, да, только заезжаете, там есть такой знак, синик лукаут, налево, смотря, с какой стороны едете, можешь направо, да, а рай ты урал, и, да, можно пройтись немножко спокойно с машиной, пять минут ехать, пройтись минут пятнадцать, может быть, очень легко, и, ну, фантастические виды, опять, да, там видно земля, тут дюна, огромная дюна, да, огромная дюна, и тут за моей спиной океан во всей красоте. Ну, красота, да, вроде он тут рядом с этим городишком, ну, какой городишко, деревня, ну, очень-очень красиво орать, да, вот, да, особо это дюна интересная, да, потому что такой большой я еще никогда не видел.